Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи! Мы вас приветствуем в Центре современного искусства Аурум в Одессе, на берегу Черного моря. И вот вчера, гуляя по этому берегу Черного моря, мы с Владимиром обрели вот такое счастье, воровства этих цветов, которые растут прямо на самом побережье. А знаете, сейчас мало людей гуляют, поэтому мы спокойно повырывали все цветы, которые нас вдохновили. Особенно, посмотрите, кто расцвел, многоярусные красные маки. Конечно, эти маки возделаны людьми. Конечно, они не полевые, которые мы рисуем каждый год. Но вот они добрались до вот такого состояния сегодня утром, что чуть-чуть подвяли. Но здесь есть бутоны, которые будут сейчас распускаться. И мы в очень торжественном состоянии, таком творческом, отцветения такого, многообразного цветения ирисов. Какие-то беленькие, посмотрите, пятилистники, многоярусные маки. Посмотрите, какие листья мальмы. Потом даже я сорвала вот такую ветку с алычой, не поспевшей. Ну и, конечно, розы. Вот, роза, посмотрите, роза. Немножко полевых цветов. И даже меня восхитили вот эти маленькие дикие ирисики, посмотрите. Они такие, сейчас вам скажу, графические и эстетские, что их необходимо как бы дополнительными аксессуарными цветами ввести в этот огромный букет, который вы решили сделать. Посмотрите, на каком холсте 100 на 90. Так это, не постеснялись, хотим сделать огромный майский букет, потому что вот этого цветения, ну, уже завтра не будет, понимаете? Вот этого многоцветия, вот этого вот, чтобы природа раз прямо вот как вспыхнула всеми цветами. И, конечно же, немножко подумав об этой работе, мы решили сделать новый вид живописи. Мы будем делать сегодня, во-первых, на пейзаже, может быть, морском, а может быть, луговом, пейзаже, уходящем вдаль на низком горизонте. Облако вот этих ярких цветов на темном фоне неба. И каждый из цветков будет иметь свой подмалевок. Мы вот так решили сделать. Это новое действие, которое нам кажется, надо попробовать, ну, один раз сделать, потому что у нас всегда цветы вписаны в подмалевок. А здесь для каждого, вот видите, для красного, для желтого, для фиолетового ириса мы будем делать собственный подмалевок, из которого акварельным образом будем вынимать графику и акварельность каждого цветка. Я думаю, что мы будем справляться акварельностью. И вот, когда вы спрашиваете, что сделать для того, чтобы подмалевок не высох, да, а мы уже не успели сделать, ну, образ или человека, или цветка, мы тогда говорим, что вот сегодняшняя техника вам поможет двигаться по большому холсту, не боясь того, что подмалевок высохнет. Давайте попробуем это действие сделать. И особо важное значение будет иметь ваша внутренняя улыбка, которая улыбается вот этому вот весеннему многоцветию. И вот здесь немножечко ультрамаринчиков давла сбелила. Так. О, мальчик. Видите, большой холст сколько требует подмалевок. Это новая техника из блока Blade & Socks Art Technologist. Тогда, когда мы хотим каждый цветок в полную силу, чтобы работал своего цвета. И вот мы для каждого цветка, три ириса будут, делаем собственный подмалевочек. Вы чувствуете, да? Но сначала почти вид цветка, а потом мы можем из этого цветка вытягивать его конструкцию. Пожалуйста, не вытираем сильно. Быстренько пошел второй лист нижнего этажа вот в эту сторону. Давайте. Мы протираем только то, что называется самым верхним светом. Вот. Серединку листа. Конечно, мы не будем делать портрет цветка, но образ его надо сделать. Мы поставили под другим углом. Смотрите, вот этот вот так по оси идет. Этот чуть наклончик в эту сторону. И вот наше место сборки, это наш штоф. И этот пойдет вот под таким примерно углом. Вот. И мы его композиционную схему ему забасаем другую немножко. Давайте. Вот он нас пойдет. Давайте, как всегда, начинаем с места сборки. В его фоне будет очень хорошо. Вот эти вот беленькие. Они будут просто гениально на этом фоне. Давайте быстро-быстро заканчивать соединение с подмалевком неба. Так, сюда больше пойдет этот лист. И мы его сейчас прижмем. Мы его посмотрим. Будем делать акварельным или нет. На этом месте хотелось бы сделать акварельным. Но сейчас прижмем и посмотрим. Вдруг он и такой будет красивый. Это знаете кто? Сейчас вам скажу. Это у нас мальва. Знаете, наравне с вот этими большими, серьезными цветами, мелочь аксессуарная должна быть очень, как вам сказать, с любовью прописана. Вот она, да, это мелочь аксессуарная. Смотрите, даже на переднем плане, чтобы мы помогли зрителю войти в цветочную, вот эту вот радостную территорию, мы должны через спокойные мелочевочки их туда запустить. Вы понимаете, зритель не должен бояться туда зайти. Он должен, знаете, с надеждой, уверенностью, что там все будет хорошо. И вот мы вот такими уютненькими, мелкими цветочками дадим им, или вот, допустим, закончим верхушечки вот такими, да, цветочками. Это полевые, полевые какие-то многоцветники высокие, башенные. Мы их позаканчиваем. То есть мы предлагаем войти человеку спереди в цветок, обрадоваться вот этому многоцветию и уйти туда за букет в сторону световоздушной среды на горизонт.